На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе активными темпами реализуется программа социальной газификации. В Видном состоялась третья ежегодная образовательная выставка «Поступи». Выставка классная, много институтов. В минувшие выходные во Дворце культуры прошел ежегодный рок-фестиваль «Я выбираю жизнь». Чтобы молодежь слушала хорошую музыку, чтобы познавала мир. Активными темпами реализуется программа социальной газификации как во всей Московской области, так и в Ленинском городском округе. Программа создана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и действует с 2021 года. Главный смысл программы социальной газификации – отсутствие платы за прокладку трубы до границ участка. Все расходы берет на себя Мособлгаз, который делает это самостоятельно, либо с помощью подрядных организаций. А вот позаботиться о том, чтобы газовая труба зашла в дом, владелец должен самостоятельно. Иван Федоров живет в Подольске. Жилье в деревне Белиутово используют как дачу. Газификация избавит его от кучи проблем. Никакого отопления, кроме печеного, в доме нет. Но печь, сами понимаете, достаточно накладная. И по финансам, и к тому же надо на зиму что-то готовить для этого, заготавливать какие-то дрова, уголь, еще что-то. Поэтому решил воспользоваться такой возможностью, которую предоставляет правительство. Услуги по заведению газов Дон также предоставляет Мособлгаз. Сам процесс с установкой необходимого оборудования занимают в зависимости от сложности работ от пяти до восьми часов. Цена за газификацию дома зависит от многих факторов. Иван заплатил 120 тысяч рублей. Перед началом процесса составляется проект. Рабочие стараются сделать так, чтобы клиенту было максимально удобно пользоваться газовым оборудованием. Уже более трехсот жителей частных домовладений в Ленинском городском округе воспользовались услугой социальной газификации. Тем более, что процесс налажен, и даже на этапе заключения договора не займет много времени. Приехал, знаете, заявление подал, там буквально минут 10 на все потратил. Потом меня пригласили уже дополнительно подписать договор. Тоже там где-то минут 15-20. То есть, в принципе, сама процедура, она несложная и достаточно быстрая. Подать заявку на участие в программе и получить дополнительную информацию можно и без визита в офис. Это легко сделать на официальном сайте mosoblgas.ru и по телефону 8 800 175 75. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Видном состоялась третья ежегодная образовательная выставка «Поступи». Школьникам было предложено ознакомиться с вузами и определиться с будущей профессией. О преимуществах подобных мероприятий и планах выпускников расскажет Юлия Погосян. Предложению дать интервью учница Видновской седьмой школы Олеся Новикова обрадовалась, ведь девушка и сама мечтает стать журналистом. С вузом еще не определилась, поэтому и пришла на образовательную выставку. Я с детства занималась журналистикой. Сейчас в октябре начнутся занятия. Буду ходить на две журналистики одновременно. В школе будет проходить и еще буду на дополнительные занятия ходить. Мне это очень интересно. Это очень интересно, мне кажется. Очень интересная работа. И таких интересных профессий на выставке «Поступи» в этом году представлено множество. Всего более 20 вузов. От именитых, входящих в топ лучших высших учебных учреждений, до небольших частных институтов и колледжей. Ученики с 8 по 11 класс могут прийти и познакомиться с вузами. Здесь есть несколько колледжей, определиться с направлением, которым они хотят заниматься. И это поможет действительно в дальнейшем. Это поможет с определением тех экзаменов, которые они хотят задавать. Потому что до февраля месяца они должны написать окончательное заявление в школах. И это поможет сдать на более высокие баллы. Потому что когда ребенок знает, куда он точно хочет поступить, то он к этому стремится. Образовательная выставка «Поступи» проходит в третий раз. Организатор традиционно – торгово-промышленная палата Ленинского городского округа при поддержке администрации муниципалитета. С каждым годом количество участников увеличивается. В этот раз ее посетило более тысячи школьников. Торгово-промышленная палата заинтересована в молодых специалистов. И наша задача не только показать вузы, которые могли бы обучить наших школьников нашего Ленинского городского округа, но чтобы эти люди, получив профессию, вернулись на нашу территорию и нашли применение именно здесь. Потому что многие предприятия, которые работали раньше в Москве, они перемещаются в область. И территория Ленинского городского округа достаточно наполнена производствами, не только складскими какими-то комплексами, но и именно производственными площадками, где нужны специалисты. Программа мероприятия достаточно обширная. Помимо презентационных площадок в отдельных салах проходили лекции и мастер-классы. Выставка классная, много институтов. Я считаю, что такие выставки надо посещать, чтобы присмотреться к каким-то высшим учреждениям, к колледжам, понять, идти в колледж или в институт. Выставка очень хорошая. Я, например, узнаю больше о профессии интересующих. Вообще это очень хорошо. У молодежи мероприятие вызвало большой интерес. Ведь до этого на такие образовательные выставки ребятам приходилось ездить в Москву, что занимало много времени. Теперь вопрос выбора жизненного пути стал проще и доступнее. Я хочу пожелать каждому студенту, абитуриенту, чтобы он нашел свое призвание в жизни. То, что будет нравиться, то, что будет человек любить, то, с чем он будет идти по жизни и нести то, чем он занимается. В следующий раз выставка «Поступи» пройдет весной. Организаторы планируют привлечь еще больше учебных учреждений. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. В Ленинском управлении ЗАГС прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилярам семейной жизни. Пары, прожившие вместе 50, 55 и 60 лет, получили подарки, почетные грамоты и поставили подписи в памятной книге. Подробности у Натальи Буслаевой. Юбиляры в окружении родных и близких зашли в зал бракосочетаний под марш Мендельсона, как много лет назад. Все вспоминали свое свадебное торжество и вновь переживали счастливые и волнующие минуты. Как хорошо позвонили. Ну, конечно, что-то какое-то отношение есть. Так мы никуда особо не были ничего так, а тут такое вроде, что не забыли нам, что 55 лет все-таки прожили. Много теплых слов, поздравлений, пожеланий прозвучало в этот день в адрес замечательных семейных пар. Со словами искреннего уважения к юбилярам обратилась заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Вы сумели не просто сохранить семью, любовь, верность. Вы вырастили детей и воспитываете внуков. А вот этому подрастающему поколению очень важно видеть пример семьи, отношения, заботы, видеть чувство и понимать, и чувствовать, что такое истинная любовь. Людмила и Валерий Магнитовы вместе 60 лет. За плечами долгий жизненный путь. Как признаются юбиляры, главный секрет – уважать друг друга и в сложной ситуации находить компромисс. Любовь, конечно. Нам и сейчас приятно друг другом быть. Но не всегда надо думать только о себе. Надо все-таки о других и о рядом живущем человеке. Вступать. И если уж ссориться, то скорее мириться. Тогда можно так пожить. Но мы не ссоримся. У каждой семейной пары своя история знакомства и любви. Вера и Александр Аборины встретились в автобусе и не расстаются уже более 50 лет. Я ехала из института, он тоже. В одном транспорте. Потом я вышла, он вышел. Пошел с летом. Поравнялся. Говорит, дайте я вам сумочку поднесу. Разрешила сумочку поднести. Дошли, разговаривали. А потом свидание назначил. А потом стали встречаться. И где-то через полгода поженились. По доброй традиции, каждая пара поставила свои подписи в юбилейной памятной книге. Мы в большинстве своем даже не догадываемся, что избранные, кто пройдет такой долгий путь, как вы, смогут найти такую жемчужину, стать не близкими друг к другу, а единым целым. Золотым, изумрудным и бриллиантовым юбиляром семейной жизни были вручены подарки и почетные грамоты. Но главные драгоценности, которые всегда с ними, это крепкий союз и любовь, проверенная временем. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В минувшие выходные во Дворце культуры прошел ежегодный рок-фестиваль «Я выбираю жизнь». Качественной музыкой порадовали как завсегдатые мероприятия, так и коллективы впервые, вышедшие на видновскую сцену. ВЫЛИ КРИЧКИ Замысловатые гитарные рифы, импровизация, драйв и много как. Качественной разнообразной живой музыки. Но в этом году рок-фестиваль «Я выбираю жизнь» проходит уже в 27-й раз. Выступать будет 6 команд, планировалось 8. Но дело в том, что мы часть от части, плоть от плоти своей страны. И обычно говорят музыканты, наркоманы, пацифисты. Все давно не так. Все давно уже не так. Две команды отвалились, потому что ребята мобилизованы. Посыл фестиваля из года в год остается неизменным. Рокеры уже давно не выбирают наркотики. Они за здоровый образ жизни. Чтобы молодежь слушала хорошую музыку, чтобы познавала мир в нормальных красках, а не наркотических и поручих дурманах. Так что мы за рок. Группа «Волочи Сотня» – постоянный участник фестиваля «Я выбираю жизнь». Музыканты порадовали фанатов не только уже известными треками, но и новыми композициями из готовящегося альбома. Это твой греш, но не сошь ты до конца. Мог бы бежать, но ты не встан. Умей это отступать. На сцену выходили как уже известные видновскому слушателю группы, так и команды, выступающие в городе впервые. Мы вообще играем и соул, мы играем и блюз, играем и рок-н-ролл, и рок-обили, играем и тяжелые вещи такие, как CD, с металлика. Сегодня сделаем какую-нибудь программу ближе, так сказать, по смыслу. Всегда с коллегами очень интересно пообщаться и послушать, что делают они, показать себя. Рок-фестиваль, хоть и получился на этот раз несколько камерным, ничуть от этого не проиграл. Зрители, как и сами музыканты, получили мощный заряд позитива и хорошего настроения. Екатерина Борисова, Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова